Здесь представлена пирамида Вы видите, что раньше действительно была пирамида Сознавание хорошее, но на детей мало живых Сейчас эта пирамида приводирует Сознавание хорошее, которое не устойчиво Потому что в ней мало живут много И жить стали дольше, но не веселее На 1-3 процента, которая создает продолжительность времени А не надо наблюдать за качественными жизнями Чаще стали сошелся в середину Везутся на алкоголизм Только печенье, филобочки и все такое Вот, если мы войдем все в виде разных У нас получается, что Экспонентки растет И у мужчин и у женщин Но это все вместе То есть, как говорится И он на наш шаббат говорил В этом году, что сможет нам нечего Сукулы канцерогена Или в лебеде экспозиции То есть, лебеда помняет должен То есть, вот эти слова Они подружаются в практике И вот, что вторая Казалось, что предварительские На самом деле, она очень близка И доказательные изменения Интернезреды в программе То есть, в зависимости от маринеризации Вот здесь представлены Четыре разных типа целевых Вы видите, что там Удинский экспонент Если мы возьмем так Грустную Прокоски кишки Удинская 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 Это рак молодых людей Детей И очень редко бывает у взрослых Рак тела и шейки матки В одном органе Видите, совершенно разное распределение Рака шейки матки Рака эндометрия Вот здесь перечислены канцерогены Их огромное множество Их список увеличивается Международная агентство По изучению рака Оценивает доказательность И список увеличивается Тоже очень стремительно Вот здесь Встает вопрос Здесь разное распределение Что у нас Ткани по-разному чувствительны Вот здесь я на одном слайде Вместил Три типа кривых Которые Получаются В ответное воздействие Канцерогенам У мышей И крыш Разного возраста Видите, что кожа Максимально чувствительна У детей Детенышей До одного месяца И у пожилых Воздействие У разных Канцерогенов Это и Полициклические Улеводороды Табачный конденсат Бета-облучение И Даже Ультрафиолет Молочная Железа Которая Производная Кожа Имеет совершенно другой Характер Распределение Максимальная чувствительность В период полового созревания И у людей То же самое Данит Юрьевич Демарский Как-то рассказывал Об одной даме Которая в 44 года Умудрилась 140 Сделать флюшек Флюрографии Потому что Она приходила к врачу И говорила Прошлите меня на флюрографию У нее было Боязнь Рака Вот она себе заработала Подкожная клетчатка Имеет Видите характер какой Чем старше Тем больше Быстрее возникают Саркомы Выживаны Самыми разными Агентами Какие причины Этого Различия Мы хотели Мы посмотрели Какова Чувствительность Эпителия Молочной железы К такому канцерогену Как нитрозаметиломочевина Это Замечательный канцероген Через 10 минут Его в организме нет Он провокилировал ДНК Во шестом положении И исчез Если это была Трехмесячная Мышка Крыса Возникает опухоли Молочной железы И это коррелировало С пролиферацией Но не коррелировало С репарацией ДНК А у 15-ти месячных Возникали опухоли Матки И не возникали опухоли Молочной железы Казалось бы Один Тот же канцероген Три месяца Это половое созревание Два месяца Пятнадцать Это менопауза Для этих Линии крови Посмотрели Как влияет Возраст На Активность Разная кривая А в почках лимфоцитов С возрастом Снижается Активность Этого Этого Фермента Который Обеспечивает Репарацию Вот Инвитро А здесь не инвитро Это Действовали на мышь В разном возрасте ТФА Тетрадекиномифоплозыцитат Это вещество Которое само не вызывает опухоли Оно Промотор круглажного канцерогенеза Кротоновое масло Активное начало Четырехмесячным И четырнадцатимесячным Причем Доктор Эббисон Который это сделал в Дании Очень элегантно Провел этот эксперимент Он Взял сингенных мышей Реципрокно Пересадил кожу Лоскутой кожи На спину От старых молодых От молодых старых Это Контроль к этому опыту И получил Что Вне зависимости от возраста Мыши хозяина Возраст кожи Имеет значение Потому что в коже Видимо накапливаются Инициированные клетки Феновробитал Мышам и крысам Если давать Молодым Опухоли Возникает мало А у пожилых Много А феновробитал Дают пожилым Пациентам Врачи наши И вызывают у них Опухоли печени Эстрадиол Эстрадиол Максимальная чувствительность Двадцатимесячных А не у молодых Тоже Это к вопросу Заместительной терапии Вот еще одно Замечательное Явление Это бромбезоксиолидин Строение Этого вещества Таково Что оно По диаметру Совпадает С диаметром Брома Метильная группа И он Включается В ДНК Его используют Для Изучения Крещенной полиферации С ДНК Но если Его ввести Новорожденным Он включается Только в ДНК Потому что Все другие Канцерогены Повреждают И липиды И белки И РНК А бромбезоксиолидин Аналог Тимедина Он включается только в ДНК И он Оказался Мутагенным Канцерогенным Увеличивал Чувствительность Промотором И ускорял Старение Сейчас я покажу Тут пару опытов Мы ввели Вот эта старая работа С Николаем Павловичем Напалком И Лоренцо Томатисом Бывшим директором Маира Мы ввели Новорожденным Бромбезоксиолидин И потом Вводили Воздействовали Самыми разными Промоторами Скажем Облучение Ультрафиолет Нефректомия Трансплантация Яичника ХОС Это модель синдрома Штейн-Менталя И в каждом случае Получили ускорение Канцерогенеза И в Канцере Еще было напечатано Они Их правка Представлены Впервые доказательства Что избирательное Повреждение ДНК Существенно Не только для индукции Вклеточных Бромбезоксиолидин А Канцероген Давали в разном возрасте В разных дозах Трехмесячных И пятнадцатимесячных И вы смотрите После Трехмесячных Трехмесячных Крыс Введение Было профессионально Вызывало Профессиональную дозу Увлечение Числа опыта А у пятнадцатимесячных Латентного периода Как будто не было То есть они Бромбезоксиолидин Сидел Что-то делал ДНК Одна Ошибка накапливалась Но ее нельзя было проявить А здесь Как и Дополнительным Проявителем Подействовали И возникли дозы Опухоли сразу После воздействия Вот еще одна Эпопея Это с Эпифизом Это можно было Отдельную лекцию читать Потому что Белые ночи Наш симпозиум называется Мы любим Белые ночи Но на самом деле Это опасно Сказывается Неблагоприятным образом На здоровье Пик Вот он здесь Он ночью С нуля До трех часов С возрастом Он снижается Проживание На севере Сезон белых ночей Сменная работа Трансмеридианные Перелеты Свет ночью Работа за компьютером Тусовки Студенческие Молодежные И что главное По данным На этот год Уже до 70% В некоторых странах Люди работают Смену Смотрите Что делало с нами Наше Родное правительство Нам Потому что Урал По этому По этому Раскладу Имел Биджетлак Вот замечательная работа Которая Мы не знаем с чем связано Написали В шестнадцатом году Они опубликовали Та же команда Только первый автор Другой Увеличилась еще Смертность от рака Лёхи в толстой кишке Ну вот посмотрите Что Ответ простой Мы думаем Что это связано Со светом Изменением Образа жизни Раньше Раньше в чуме Раньше в чуме был Керосин Калучина Сейчас горит свет Компьютер есть И вот потребление Электроэнергии Вы видите На левом Как растет Вот мы посмотрели Рак на пяти континентах И оказалось Что рак молочной железы Тело матки Молочной железы Толстой кишки Растет Чем дальше от экватора Тем больше рак Скажет Любой онколог Что это связано С особенностями питания Ну конечно Особенности питания Но смотрите Потребление энергии Как растет Чем больше на север Тем больше Потребление электроэнергии Которая подавляет Мелатонин Рак желудка Рак шейки матки Чаще на юге Но это связано С инфекцией Геликаптера Пилори Бирус папиллома Вот смотрите Как Выглядит земля Ночью из космоса Видите Залиты Огнями Европа Петербург Осло Все это видно Токио даже на входе Залиты С светом Ночным Японии Цепочка городов Нашей Сибири Ну вот замечательная Работа вышла В 2008 году Израильская Американская команда Наложила карту Каждого случая Рака молочной Железы На карту Ночной Загрязненности Ночной освещенности Они полностью совпали Они были так потрясены Что сделали Это на 164 странах Это полностью совпало Это многих драк И еще важно Что монохромантический Голубой свет Который нам рекомендуют Он Сильнее подавляет мелатонин Чем Красный свет или белый Поэтому ночью Нужен красный свет А не Галогеновые Лампы Вот Корейцы Свежая работа Видите Страна такая же маленькая Как Израиль Они тоже наложили эту карту И получили полное совпадение Распределение светового загрязнения То есть ночью надо Шторы завешивать Окна Или повязку на глаза 62% населения земли Ночью подвергается Воздействию освещения Более яркого Чем базальный уровень Вот опыт Который мы провели Петрозаводский Совместно с университетом Петрозаводским Медицинским институтом Четыре помещения было В одном Стандартное освещение 12 часов свет 12 темнота В одном Было естественное освещение То есть окна не завешивались Цвет не зажигался Озревание У них было Недалеко от вокзала Железнодорожного Это все было В наших городах И световая депривация В каждой комнате Были контрольные Мелатониновые И петалон получали То есть пептид Который стимулирует Продукцию мелатонина Вот Смотрите Половое созревание Резко ускоряется При естественном режиме освещения И при постоянном освещении Темнота Черный Полная темнота Замедляет Ускорение полового созревания Фактора риска Для Некоторых видов Репродуктивной системы А выключение цикла Происходит быстрее Намного И вот смотрите Что с опухолями происходит Опухоли Возникают намного раньше У Животных Которые содержатся в условиях Естественного или Постоянного освещения И продолжительность жизни Сокращается Причем У крыс Развивается Самый настоящий Метаболический синдром Крысы весили до Килограмма Это вообще Монстры Прежевременное Выключение Репродуктивной функции Было увеличение Чистоты спонтанных опухолей Применение Мелотонина и петалона Предупреждало Развитие этой патологии И Продлевало жизнь Животных Вот Благозвучен Этот онкоген Который сейчас Очень популярен Кир-2 Вызывающий 40% Раково-молочные Железы у женщин С плохим прогнозом Мы Имеем Трансгенных мышей Которых Подвергали Постоянному облучению Освещению Видите Чем интенсивнее освещение Лайт-лайт 300 люкс 2500 Тем больше патологии Размеров опухолей Множественности их Введение мелотонина Компенсировало А вот еще одна Работа Когда вводили Диметилгидрозин Это канцероген Вызывающий рак кишечника Казалось бы Какое отношение Свет имеет к кишке Но если посадить Крыс После введения канцерогена Постоянное освещение У них больше опухолей Они чаще Больше Индекс пролиферации Меньше Интерхроматийных клеток Темноте Меньше опухолей Мелатонин Тоже Ускорение Старения Репродуктивной системы Выключение цикла Увеличение Риска опухолей Постоянного освещения Вот Что-то нажал А вот Вы здесь видите Что Применение мелатонина Замедляет Старение Отодвигает его На более поздний срок Замедляет Старение Репродуктивной системы И самое главное Мы проверили Клеточные Гены Клеточного цикла И некоторые другие И вы видите Что мелатонин Нормализует Те гены Которые Контролируют Клеточный цикл Пролиферацию И развитие лейкозы Международное агентство По изучению рака Пришло к заключению Что сменная работа Приводящая нарушение Цирканных ритмов Канцерогена Для человека Почему я говорю На этом На секции По продолжительности жизни По геронтологии Недавно вышла работа Что голландские ученые Показали Что Постоянное освещение Ночью Ускоряет старение Но мы это знали Еще в 66 году Для нашей Первой работы Вот Еще одна проблема Которая сейчас Очень популярна И обсуждается Это так называемая Антагонистическая Плеотерапия Все вы слышали О стареющей клетке Перевод очень сложен Потому что Синестин селл Это стареющие клетки Старые клетки Они Не убитые Они живые клетки Только они не делятся То есть Они выходят С клетчного цикла И в молодом возрасте Раз они не делятся Они не могут стать Опухолевыми Они защищают нас от рака А если их В пожилом возрасте Их скапливается много И они создают Микроокружение Для клетки Которые создают Условия для Проферации Инициированные Канцерогеном Окружающей среды То что Дильман называл Владимир Михайлович Канкрофилия Джудит Кампизи Вот здесь она Назвала это Ценессина Ашишейтед Ченатай Она сейчас претендует На Нобелевскую премию Но Владимир Михайлович Сказал в 71 году Это бывает Вот мы нарисовали Схему Канцерогенеза На разных уровнях Вы посмотрите Обычно Рассматривается На уровне Молекулярном И клеточном Несколько стадий Проходит клетка Чтобы стать Полностью злокачественным Это сопровождается Массой событий На молекулярном уровне Инактивации Некоторых Антионкогенов Увеличивается Экспрессия Иммортализирующих генов Гены Апоптозы Блокируются По 53 Но любой Канцероген Который Действует На организм Он действует Еще на другие системы На клеточном уровне На тканевом Это иммунодепрессия А на Высшем Системном уровне Некоторые Канцерогены Например Бенспирен Оказалось Ускоряет Этеросклероз То есть они действуют Еще как вещества Ускоряющие старение Вот здесь я сложил Четыре таблицы Аналогию Между старением И канцерогенезом На разных уровнях Видите Все параметры Канцерогенеза Практически На молекулярном уровне Совпадают С направлением Изменений При старении То есть они идут синхронно На тканевом уровне Большое различие Вы видите Клеточная пролиферация Снижается с возрастом А здесь клональная Пролиферация Анародный гликолис Ангиогенез В разные стороны идет Число старых клеток То есть похоже Что рак Все таки это клеточная проблема А судьба решается Организмом Системой Вот смотрите Системный уровень Опять синхронизм В одну сторону Изменяется уровень Катахоламина Чувствительность Регулирующим сигналом Чувствительность Углеводом Содержание жира Иммунитет Устойчивость к стрессу И популяционный уровень Тоже совпадает То есть рак Клеточная проблема Надо об этом помнить Не забывать Что раковая клетка Существует не только Инвитро Как делают Некоторые исследователи Делают Судовыводы А в организме Который Меняется Свойдустом Очень существенно Если суммировать Все данные По влиянию Генетических Модификаций Ускоряющих Старение То мы увидим Что любое ускорение Старения Манипуляциями На генах Ускоряет Развитие рака А замедление Старения Как правило Замедляет Развитие рака Вот здесь схема Которая говорит о том Что клетка Может дифференцироваться Это Путь специализации И в конечном счете Повреждениям И гибели Клеточной И организма в целом Путь смерти Клетка может Дифференцироваться Когда повреждается Канцерогенами Она может стать Латентной Или полностью Трансформированной Это путь к раку Получается что Рак и старение Это две стороны одной медали Потому что гены Которые контролируют Клеточную Пролиферацию Репарацию ДНК Гены гомеостаза Они действуют На обе стороны И любой перекос Он приводит Либо к ускорению Одной ветви Либо второй Многостадийный процесс Посчитали математики Очень хорошо Что 5-6 стадий До 10 Некоторые виды Опухоли Проходят Это события Которые не связаны С молекулярными Изменениями Это события Чисто математически Считаются По статистике Возрастного Увеличения Рака Ну вот посмотрите Как клетка может Первый и второй тип Если В пожилом возрасте Воздействуют на клетку Которая ничем не повреждена Латентный период Будет одинаков С контролем И опухоли Возникнут Одновременно Если же клетка Подверглась Спонтанным Трансформациям С возрастом Это происходит У всех То опухоли Возникают сразу И при меланоме Например две стадии Таким образом Старение ткани Специфически Модифицирует Чувствительность Канцерогена С возрастом тканей Увеличивается Частота мутации Число латентных клеток Количество стареющих клеток Увеличивается Чувствительность К промоторам Тут была лекция Где говорили Что Николай Николаевич Петров Не говорил Что рак можно предупредить Я нашел у него в книжке Десятого года Предупредить рак можно Николай Васильевич Лазарев Тоже этим занимался Но можно ли предупредить Старение Сейчас Вот здесь присчислено геропротектор Я не буду сейчас зачитывать Потому что времени мало Вот смотрите Что делают антиоксиданты Некоторые из них Увеличивают продолжительность жизни Некоторые увеличивают фертильность Некоторые уменьшают фертильность Но что самое главное Что некоторые антиоксиданты Канцерогены Селен Например Токоферол В определенных условиях Канцерогене А его очень рекламировали Видите Никаких доказательств Никакой пользы Больным пациентам От токоферола Кроме Как польза фармацевтическим фирмам Бета-каротин Даже увеличивает речь рака Легкого у курильщиков Вот самый большой проект В геронтологии 40 Он идет С 87 года В двух питомниках США Обезьяны получают Низкокалорийную диету И вы видите Замедление Тарофероза Замедление Чистоты Сердечно-сосудистых Заболеваний И рака Люди Нетерпеливы Сейчас И поставили опыт на себе Шесть лет Постились Соблюдали диету Как в Японии До 2000 Килокалорий За шесть лет За шесть лет Добились Замедление развития Атеросклероза А вот что происходит с нами Сегодня В США Потребление килокалорий Около 4000 в сутки И там Максимум ожиревших В Японии На 27 процентов Меньше А на Окинаве Где кластер Столетних На 50 процентов Меньше Но северный человек Не выживет На такой диете Поэтому мы с вами Вряд ли откажемся От хорошего Ужина Тем более Торжественного Пользуя кефира С кефиром Поэтому поиск Геропротекторов Очень существенный Владимир Михайлович Дильман Предложил В 1971 году Использовать Финформин Уже были лекции Это первая работа Которая была сделана На продлении жизни В 1980 году На английском языке Она вышла Сейчас тестируется Очень Вот здесь Эта работа 2005 года В экспериментальной Геронтологии Самая тестируемая Наша работа Которая показала Что метформин Продлевает жизнь И тормозит рак Молочной железы Индуцированной Трансгеном Хер-2 Вот здесь показано Что уменьшается Количество Стареющих клеток У этих мышей А вот сумма Всех данных Вот здесь Звездочкой Помечено исследование Сделанное в нашем институте И вы видите Что 84% всех исследований Доказывают Что метформин Антиканцероген Это данные на людях Уже огромное количество Метаанализов Иногда Появляются работы Противоположного толка Но мы знаем Как борются фирмы И вот смотрите Что написал Миша Благословный Это сын Владимир Михайловича Дильмана Работающий Профессором Баффалом Номер Это Человек Это Человек Который Вот здесь Схема Которую мы нарисовали Слева В верхнем углу Желтая Видно, что не только Метформин Но и также Ресвератрол Мелатонин Некоторые другие Калорихистикшен Действует на МТОР МТОР это Протеин киназа Которая определяет Пролиферацию в клетках Это очень узловая точка Которую Метформин Прекрасно реализует Но он действует Еще дополнительно На чувствительность Инсулина Повышает Это тоже очень важно Когда-то В семьдесят восьмом году Николай Маркович Эммануэль Академик Из института Химфизики Нарисовал Три кривые Он Реклассифицировал Геропротекторы По кинетике Их Истинно Продолжительность жизни Верхний рисунок Это Параллельный сдвиг Замедление старения Второй и третий Все доживают До восьмидесяти пяти лет А в максимальной Продолжительность жизни Как в Японии И мы добавили к этому Что произошло С опухолями Оказалось что При параллельном сдвиге Увеличивается Латентный период опухоли Они отодвигаются На конец жизни Но частота Их не меняется Второй тип замедляет Снижает риск А третий тип Увеличивает Это объясняет Почему в странах Более высокая Продолжительность Их 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 В трудах Гедува нашего Бенинградского Написал статью Проблема рака По видему Совпадает Проблема старости Задача науки состоит в том Чтобы замедлить процесс старения И тем самым Действительно уменьшить вероятность То есть То что было 80 лет назад Актуально и сегодня И мечта моя Чтобы вопросы Онкологии назывались ответы А успехи геронтологии стали утехами. Спасибо.